С момента анонса Бану Мерчатмен прошло уже более трёх лет. В 2017 году Пол Джонс нам демонстрировал концепт арта этого корабля, и с тех пор по поводу Мерчатмена было тихо. Разработчики только говорили, что он войдёт в производство после Карака. Но всё пошло как всегда не по плану и разработку перенесли. И вот только на прошедшем CitizenCon разработчики сняли завесу тайн и поделились новостями о этом корабле. Всем привет, с вами Полиморфик. Усаживайтесь поудобней и мы начинаем. Бану Мерчатмен был впервые представлен в 2013 году. С 2013 по 2017 год его можно было купить за 250 долларов. В 2017 году Пол Джонс показал нам новые концепт-арты этого корабля. У него был немного изменён дизайн, а его габариты были увеличены. После чего цена поднялась за Warbond до 300 долларов, это за реальные деньги, и за Standalone до 350. Но цена на этом не остановилась и продолжала расти далее. На прошлогоднем юбилее цена выросла ещё на 100 долларов. А на Alienwick в этом году к цене BMM добавили ещё полтинник, и он стал стоить 500 долларов. Но как мы уже понимаем, эта цена тоже не конечная. И она будет постепенно расти и далее. Ещё одно изменение цены мы наверняка увидим на предстоящем Intergalactic Aerospace Expo, которое пройдёт в этом году где-то в 20-х числах ноября. Но вместе с ценой растёт и сам корабль. За продолжительное время существования этого концепта внешний вид этого корабля уже пересматривался несколько раз. Изменялись размеры как всего корабля, так и размеры и расположения его внутренних отсеков. Единственное, что осталось неизменным, несмотря на остальные модификации, это его роль во Вселенной. По лору игры этот корабль является летающим супермаркетом. Сердцем этого корабля является расположенный внутри него рынок. В этой зоне мы сможем увидеть находящиеся на двух этажах товарные лавки. На каждом этаже будет по 4 магазина. Второй этаж будет выполнен в виде балкона. Посередине этого помещения будет пространство, в котором будет расположена голограмма. По задумке разработчиков вы сможете настраивать внешний вид этой голограммы, выбирая из нескольких вариантов. Когда в 2017 году уже один раз был увеличен размер корабля, его длина и ширина вместе с крыльями составила 160 метров, разработчики не учли несколько нюансов и помещений, которые нужно было расположить в этом корабле. Например, ангар для Бану Дефендера. Этот ангар будет расположен в верхней передней части корабля, а его ворота будут закрываться и открываться при помощи шианской технологии, основанной на левитации. Раса Бану заимствует различные технологии у других рас и применяет их в своих разработках и кораблях. Плюс это уточнение дает больше вариаций для разработчиков. Это им даст больше свободы и поможет осуществить их самые безумные идеи. Бану Дефендер хоть и не выглядит большим кораблем, но это впечатление обманчиво. Этот корабль в сложенном состоянии по размеру такой же как, например, трехсотка, проспектор, титан, а также множество истребителей. И хоть по задумке разработчиков этот ангар предназначен только для Бану Дефендера, в него может поместиться любой соответствующий размером Дефендера корабль, даже Номад и Рейлиант в посадочном состоянии. Здесь вы можете посмотреть, какие корабли соответствуют этим размерам. И это очень удобно, потому что БММ становится не только торговым кораблем, но еще и немного авианосцем, так как в этот ангар можно будет уместить как две сотки, так и три Arrow, которые могут помочь в какой-нибудь серьезной схватке. Определившись с размерами рынка, а также поняв, что нужен обязательно ангар для Дефендера, разработчики приняли решение еще раз увеличить размеры корабля. Правда, на оси Тезенконе они не сказали, какие размеры он получил в конечном итоге. Однако игрокам это было очень интересно, и они стали высчитывать эти размеры самостоятельно. Взяв за основу 160 метров на старом дизайне, были предположения, что новый корпус вырастет и до 200 метров в длину. Также были предположения, что он станет даже намного больше 890 джамп, и его длина может составить 230 метров. Но недавно Ликса представили рендер Datamined Blockouts. Это масштабирование комнат, применяемое в самых первых шагах разработки до вайтбокса. И на этих рендерах можно увидеть, что длина корабля составляет 225 с половиной метров. И это на 20 метров длиннее, чем 890 джамп. Ширина БММ вместе с крыльями составляет почти 203 метра, а высота 81 с половиной метр. И это в высоту как 2 890 джамп. БММ в старом дизайне выглядел немаленьким. Но в новом варианте это будет просто гигантский корабль. Разработчики хотят, чтобы он был максимально удобный. И так как он является летающим базаром, он должен иметь различные варианты приземления. И один из вариантов это приземление в ангары. В игре размеры ангаров уже зафиксированы. И для того, чтобы БММ приземлился в самом большом ангаре, ему пришлось сделать его крылья складными. Разработчики долго думали, как это лучше обыграть, и не смогли найти лучшего решения, чем поднять их наверх. Так как этот корабль является рынком или базаром, для доступа вовнутрь покупателям будет открываться пандус и выдвигаться из него рампа. Во время полета этот пандус будет использоваться как топливозаборник. Но когда по выдвижной из него рампе будут идти покупатели, для их настроя на покупки и вызывания у них эмоций то, что они ценные персоны, этот главный вход будет выглядеть очень богато. Под их ногами будет расположена красная дорожка, а по бокам будут находиться голограммы с представленными товарами. Синим цветом здесь отмечены области, куда на корабле будут иметь доступ гости и торговцы. Поднявшись по пандусу, посетители уткнутся в лифт, на котором можно будет подняться на первый и второй этаж рынка, а также в гостевые комнаты и комнату переговоров. При входе на корабль покупателей сразу встретит так называемое дерево жизни. Ветви этого дерева будут простелаться по всему кораблю. Разработчики решили немного отойти от концепции Дефендера. Его интерьер больше похож на скелет какого-то существа. Интерьер БММ же будет более технический, чем органический. Инопланетные дизайны вместе с роскошью интерьеров, покрытыми золотом даже в переходах, ведущих на рыночную площадь, будут демонстрировать все богатство расы Бану. Бану очень любят выставлять все свое богатство на показ, поэтому в их интерьерах можно часто увидеть золото и различные драгоценные камни. Это можно было видеть и на старых концепт-артах, но тогда это было представлено с меньшим размахом. Например, этот концепт-арт комнаты переговоров, сделанном в 2017 году, можно сравнить с переработанным дизайном, на котором видно уже более богатый королевский вид. Здесь мы уже видим не просто золотые вставки, а очень богатый дизайн всего интерьера. Золото, драгоценные камни, освещение и технологии делают это помещение весьма органичным и в то же время сказочным или стимпанковским. В таких комнатах для переговоров сделки могут длиться дни, недели и даже месяцы. Это будет совершенно новый повествовательный элемент игрового процесса, и также это объяснит гостевые комнаты, которые присутствуют на мерчантмене. Внешний вид корабля будет тоже украшен золотом и платином. Материалы и текстуры будут тщательно подобраны разработчиками. Различные узоры на корпусе корабля вместе с золотым покрытием будут придавать ему сказочный и богатый вид. Также покупатели смогут попасть на рынок и через стыковочный шлюз. Им для этого придется пройти длинный путь по коридору. У персонала корабля и посетителей будут разные входы в корабль. Здесь мы видим раздельные лифты для гостей и персонала. На лифте для персонала можно попасть в запретные для гостей зоны. Одной из является инженерный отсек. Он выполнен в том же богатом стиле и будет иметь два или три этажа. Здесь мы будем видеть обратную сторону огромного двигателя с вращающимся механизмом. Второй запретной зоной для посетителей является святилище. Это молитвенная комната для расы Бану. Поднявшись по лестнице, можно попасть на мостик. Отсюда идет все управление кораблем. Обернувшись назад, мы увидим место для управления турелью. Для того, чтобы в нее зайти, нужно подняться по небольшой лестнице. Это мощная турель пятого размера. Она скрыта за огромным куполом, который при использовании турели складывается при помощи шианской технологии левитации. Также при помощи этой технологии раздвигаются жалюзи, скрывающие пушки восьмого размера. Изначально мерчантмен должен выглядеть просто как торговый корабль. Все вооружение на нем должно быть скрыто. Но как только дело доходит до драки, можно уже расчехлить и достать все, что у нас имеется из вооружения на борту, и тем самым показать всю силу и мощь этого корабля. Также на борту БММ имеются четыре автоматизированных пушки. Они нужны для защиты корпуса корабля. Они смогут автоматически точечно сбивать ракеты, торпеды и тому подобное, что будет приближаться к кораблю. Две такие пушки будут расположены около мостика, сверху корабля, и две на брюхе снизу. Также снизу, около основания крыльев, мы можем увидеть две дистанционные турели. Все это вкупе плюс два лорджовых щита сделает БММ очень хорошо защищенным, а также готовым дать отпор любому противнику, который может встать у него на торговом пути. Посередине между мостиком и комнатой переговоров расположены жилые помещения, столовая и медицинский отсек. На данном арте мы видим огромное помещение столовой, а вот подтвержденный медотсек на борту дает этому кораблю еще большую функциональность и универсальность. Так как этот корабль является торговым, на его борту можно будет перевозить 2800 СЦУ. И хоть это намного меньше изначально запланированного, но это намного больше, чем у других больших кораблей. Например, Карак в себя вмещает 456 СЦУ, 890 и 460 СЦУ, у Поляриса всего 216 СЦУ, у Идриса 831 СЦУ, и даже у Кракена Приватира на данный момент, но это могут изменить всего 768 СЦУ. Единственные неоспоримые лидеры здесь, конечно, серия Халлов. Хал-Би сможет перевозить 4680 СЦУ, Хал-Си 2736 СЦУ, и из них самый огромный Хал-И сможет перевозить 98304 СЦУ. Однако не надо забывать, что у Халлов будет открытый груз, и его можно будет легко повредить, например, если вы врежетесь, или по вам откроют огонь. Также эти корабли не смогут сесть груженными на поверхность планеты, и они смогут доставлять грузы только на космические станции. БММ же сможет, в свою очередь, доставить грузы в любую точку Вселенной, что делает его на данный момент уникальным. Также у него хорошо защищенный грузовой отсек, в котором можно будет разместить не только грузы, но и технику. По задумке концептов 1917 года, грузовые контейнеры должны были подниматься наверх по отдельности, но это мешал делать открытый или закрытый пандус, потому что он находился прямо под ними. В связи с этим было принято решение сделать единый грузовой отсек, а контейнеры и техника теперь будут подниматься на лифте. Правда, все равно еще придется решить способ поднятия. Это может быть вариант как у Андромеды при помощи амортизаторов, либо при помощи левитации пашианской технологии. После поднятия контейнеров на лифте наверх, их придется расставлять вручную. Для того, чтобы использовать с умом все пространство грузового отсека, контейнеры придется двигать, расставлять и ставить на друг друга при помощи специального манипулятора. И все это действие будет из себя представлять мини-игру. По словам разработчиков, Бану Мерчантмен – это определенно самый сложный корабль на сегодняшний день. Этот корабль на данный момент уже поступил в производство, и производство этого гигантского корабля займет некоторое время. И может быть он выйдет с новой системой Пайра в патче 4.0. Будем надеяться, что мы увидим сервер Мершинг Пайра и Мерчантмен в конце лета 2022 года. Как вы считаете, сколько этот корабль будет стоить, когда выйдет? А также, что вы думаете о данном корабле, напишите пожалуйста в комментариях. Не забывайте ставить лайки для помощи в продвижении канала. Они действительно очень сильно помогают. Видео с большим количеством лайков алгоритмы Ютуба начинают показывать в рекомендованных. Также не забывайте подписываться и нажимать колокольчик для того, чтобы не пропустить следующие видео. Счастливых полетов вам и до скорых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok